Доброе утро! Я Максим Мельников, разработчик, один из разработчиков компании Wargaming. В данное время работаю над игрушкой World of Tanks, как программист серверной части веба и немножко программист серверной части игрушки. Сегодня с радостью, когда выделился для нас это первый раз с аудиторией обзорным докладом на то, как у нас внутри работают танчики, как мы выдерживаем нагрузки, какие технологии используемые. Почему ваши танки самая лучшая игра? На самом деле в этом аспекте мы гордимся нашими геймдизайнерами, которые придумали клевую концепцию. На самом деле игрушка самая популярная в территории бывшего Советского Союза. Я, например, из тех, кто играл в эти трифтанчики, и я не компьютерный, а вот те вот железные, вы видите, да, такие вот, все с ними игрались. Все у нас, ну для нашей территории, вообще, бывшего Советского Союза, все очень любят танчики. Второй аспект, ну вот такой вот, кроме геймдизайнерской очень важный, мы счастливы, что нам удалось победить проблему с читерством. На самом корню архитектуре у нас вложить эту проблему, которую нет во многих других игрушках, когда взломом клиента можно получить преимущество. Ну а игрокам на территории России обычно в мире, в принципе, нравится, когда они уверены, что противник с той стороны, он играет честно. Это как шахмат, это хуйня. Я так понял, что вы, как студия Pixar, будете размножать, склонировать танки, там у вас еще кораблики, самолеты, да? У нас кораблики, самолеты уже ведется распространение параллельных игр, нескольких они работают в различных студиях. Там были анонсы о покупках, соответственно, других студиях, кто познакомился другими проектами. Но в целом, ну, есть желание, собственно, ну, у нас даже тезис есть, собственно, виды лиги глобали, Legendary Online Games, Global We Special. У нас цель сделать как можно больше клевых игр всем остальным. Вот. Танчиков, ну, людям маловато, нам кажется. По делам, делаем больше. Немножко маловато PC. Будем делать для других остальных платформ. Ну... Назовите какие-то три таких цифры, выдающиеся про вашу игру. Про нашу игрушку. Ну, там, пользователи онлайн, пользователи всего там... Ну, пользователи онлайн, в данный момент, вот, выдающиеся там 800, более 80 тысяч одновременно вечером, не смотрела телевизор, а играла на территории России. Это не по миру, это просто на территории бывшего... Россия, да? Бывшего Советского Союза. Русский регион, русские власти. Вот. Ну, база данных у нас, естественно, от точки зрения инженерного, там, 300 гигабайт, и для нас, там, короче, что мы эту всю базу целиком держим в памяти. Ну, вообще целиком. Вот. Ну, есть такая интересная та же цифра, собственно, игрушки реал-таймовая. Мы тишесекундно посылаем 8 миллионов пакетов игрокам. Это различные уникальные пакеты и вообще очень характеризуют нашу проблему на сетевом уровне. Расскажите, кто придумал эту концепцию, что красивые девочки обыгрывают программистов? А, ну, это вообще секрет. Вот это главный секрет, о котором я не буду рассказывать. У нас много секретов с точки зрения геймдева. Это очень классный маркетинговый клод, мне кажется. Как вам вообще вид? Ну, вообще говоря, очень интересно. Первый раз, да? Не-не, далеко не в первый раз. Я в первый раз посетил HighLot в 2007 году. Там, наверное, должен был HighLot. Ну, с удовольствием периодически ездим. Наша компания достаточно много ездит. Но некоторое ощущение того, что мы должны начать много рассказывать о себе, оно началось в этом году. Но я уже так упоминал в презентации, для нас самое важное в какой-то момент было, что у нас постоянный раж остановился. Сейчас у нас передохнули. А теперь мы можем спокойно перейдить и готовиться, рассказывать, что у нас, как, где. Потому что, по большому счету, мы из тех компаний, как нам кажется, которым бессмысленно скрывать наши технические внутренности. Все равно конкуренты, даже если повторять, мы будем счастливы, но по факту хотели бы делиться как можно большим количеством людей, чтобы они находили реализацию в других проектах. Вот такой вот наш позыв. Так что мы будем стараться даже больше. Вы тут три с половиной года, да, в компании? Да. Что изменилось глобально? Можете какие-то такие вехи обозначить? Вехи? Да. Первая игрушка, к которой я пришел во время разработки Order of War, это еще игрушка, которая делалась с издателем Square Enix. Это очень известный издатель, в первую очередь, по серии Final Fantasy. Вот с большим издателем. Вот. Потом началась, ну, даже параллельно с той игрушкой, началась разработка танков, которые мы уже решили делать без издателя. На самом деле это был драматический переход, когда мы стали работать с издателем, начали генерировать сами по телеком идеи, генерировать сами точки контроля, то есть такая веха. Вот. В плане разработки, ну, достаточно серьезной вехой был переход от кластерности к многокластерности, в том плане, что до этого у нас действительно была проблема, и, ну, реально, многих инженеров поднимали через день по ночам, а теперь это стало, ну, гораздо легче. Гораздо легче. Скажите, что ждет фанатов там через несколько месяцев? Порадуйте их чем-либо. Следите за нашими анонсами на Е3. Вот. Танчики будут все лучше и лучше, и мы надеемся, мы, может, если не летом, но в этом году возьмем онлайн в миллионы игроков, и, я думаю, что-нибудь творим по этому поводу. Я понял. Танчики лучше, и девочки все красивее. Удачи вам. Спасибо.